Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 29 января 2016 года, пятница, по одному из современных календарей, по одному из старинных, восьмой день месяца в юг из Тужи, 7524 лета, понедельник. Сегодня у нас очень ответственная и важная тема в живом эфире будет разбираться, которая называется так, продовольственная программа ГМО. Главная соведущая, очень известный и уважаемый во всем мире ученый человек Ирина Владимировна Ермакова, доктора биологических наук, международный эксперт по экологической, продовольственной безопасности. Вот такой высокий рейтинг, такое высокое звание. Здравия, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Я знаю, что тема эта поднимается вами постоянно, поднимается очень давно. Почему такая вот идет битва против этого ГМО, самого пресловутого? Напомню, кто не знает, ГМО – это генномодифицированные организмы. Что же там плохого и почему эту тему необходимо разбирать и как можно чаще, и как можно больше? Да, вы знаете, тема очень сложная. И когда, например, я стала заниматься этой темой, я, конечно, не ожидала, что я столкнусь с огромными проблемами, мне казалось, что проведу исследование, расскажу о своих результатах, Академия наук начнет проводить исследование, обнаружит там негатив или позитив и даст свои рекомендации. Но все произошло не так. Я бы сказала, ровно наоборот. То есть уже когда я провела исследование, то я обратилась к президенту Академии наук изучать влияние ГМО на животных, то не только не стали изучать, но и мне как бы не рекомендовали об этом говорить. Я говорю, ну как же так, мы же едим эти продукты, которые задержат ГМО, мы должны быть в анабад. И, конечно, в общем, мне очень хотелось бы, чтобы просто этих продуктов не было. Ну, может быть, от того, что не знали, как их выявить, или не знали, как от них избавиться. Ну, как бы все это спустили на тормоза, но проблемы же-то очень серьезные. И этой проблемой в мире занимались очень давно. То есть я подключилась к этой теме где-то в 2004 году, и тут совершенно случайно. Для меня люди, начиная там с середины 90-х годов, уже неоднократно говорили об опасности ГМО, проводили исследования, доказывали. У меня сейчас список работ, там 1311 исследований об опасности ГМО для человека, животных, окружающей среды. Ну, почему такая идет борьба? Потому что на одной стороне это ученые. Ученые, в общем, как правило, все ученые, они не очень богатые, да, и фактически просто энтузиасты, честные. А на другой стороне огромные транснациональные компании с большой прибылью. И я даже в свое время ездила на конференцию. Это город Санкт-Луис. И там проходила конференция, и потом была даже экскурсия вот в эту компанию. Это огромная компания, очень много лабораторий подземных, иноземных. И, конечно, это действительно очень большая компания. Это бывшая военная компания. Она в свое время выпускала химикаты в большом количестве. И вот наиболее известный – это оранжевый агент, который применялся в Вьетнаме. А потом, когда война кончилась, то они, скорее всего, это мое же предположение, что земля была отравлена этим оранжевым агентом. И решили, может быть, создать растение устойчивого именно к токсичным химикатам. Возможно, с этого все началось. То есть я не думаю, что изначально цель стояла травить людей или сокращать численность населения. А просто создавали растения, устойчивые к токсичным химикатам. Поэтому большинство растений трансгенных устойчивы к гербицидам, пестицидам, имеется в виду инфектицидам и так далее. И вот в этом плане, конечно, очень интересно, как вообще все это начиналось, почему это начиналось, почему запустили в таком огромном количестве трансгенные растения по всей планете, и почему ученым, которые доказывают, что гомоопасно, не дают говорить, не дают публиковать свои данные, лишают грантов и даже увольняются работы. Это, в общем, действительно проблема очень серьезная. Вы проводили эксперименты в течение пяти лет не або на каких-то там ГМОшках, которые человеку никак не попадают на стол, а именно с той линейкой продуктов, которые человек употребляет сейчас практически постоянно. Правильно я понимаю? Ну, вы знаете, я могла бы рассказать о том, как вообще все это начиналось, потому что и сказать, каким образом я начала эти исследования, как я вообще вышла на эту тему, и какие я уже использовала трансгенные организмы или ГМО. То есть их называют генетически медицированные организмы или трансгенные. Трансген, то есть перенос гена. Ну, значит, все началось с того, с простого, на самом деле, телефонного звонка, когда моя хорошая знакомая, эколог, она попросила меня написать статью о ГМО. Я ей сказала, что как бы это не моя тема, ну, и поскольку мы это едим, то я была уверена, что все безопасно, и об этом ей сказала, что, ну, знаете, раз мы это едим, то, значит, конечно, все проверено, вы не волнуйтесь. Ну, иначе, а как иначе? Да, мне даже не могло в голову прийти, что на самом деле толком-то ничего не было проверено. Ну, в общем, я отказалась написать такую статью и вообще не собиралась этим заниматься. Я сказала, у меня немножко другая специфика моих работ научных. Ну, женщина была очень настойчива и говорит, что у нас нет других докторов биологических наук, которые могли бы нам рассказать и разъяснить вот эту тему. Ну, и тогда я решила действительно разобраться в этом и полезла в научную базу данных. Меня интересовали работы, как ему влияют на животных, на физиологическое состояние, на потомство, на поведение, поскольку я занималась поведением животных. И к своему ужасу, вот у меня просто был действительно шок, первый такой шок, когда я не обнаружила этих работ. Я думаю, ну, этого быть не может. Если мы едим, значит, должно было быть проверено, должны, вот все эти культуры должны были быть проверены. Ну, я, правда, нашла открытое письмо ученых правительствам всех стран о том, что ГМО опасны, что их можно использовать только в продуктах, то есть только в экспериментах нельзя использовать в продуктах питания. я нашла вот мировое заявление ученых, и вот это достаточно длинные тексты, и там в конце список работ. И вот только в этом списке я обнаружила работы, в которых говорилось в основном о том, что ГМО очень опасны, и что они фактически приводят к патологии внутренних органов животных, даже к их гибели. Я написала статью, она называлась «Странкинизация нового витока эволюции легендной бомбы», где я привела, в общем, данные как за, так и против ГМО. И у меня есть свой сайт, был там форум, и я начала получать письма оскорбления. Было очень много писем таких вот. Я совершенно как бы даже не смогла понять, почему это происходит, ведь я как бы даже не выбрала какую-то одну точку зрения. Я сказала, вот есть такие-то работы, а есть такие-то работы. Таких работ, которые говорят об опасности, значительно больше. И если это так, то мы можем действительно столкнуться с генетической бомбой, и это будет очень опасно не только для человека, но и для планеты в целом. Ну, когда вот мы посмотрели хост, оказалось, что, да, все вот письма, которые шли на форум, они были на русском языке, но по хостам мы выяснили, что они шли из Америки. Вот, ну вот их рассылали, возможно, даже от самой этой компании. Пришлось даже этот форум закрыть. Мы там все скопировали, все эти оскорбления, и форум закрыли, чтобы... Ну, потом вот уже в комментариях на мои статьи, на мое выступление можно тоже почитать очень много интересного, в кавычках, обо мне, и, конечно, очень много просто оскорблений. Не то, что там вот права, она не права, а просто вот одни оскорбления в мой адрес. В общем, вот такая вот реакция. То есть переход на речи, это тоже называется, да? Ну, я тогда решила, что... Ну, действительно, надо посмотреть. Я вот давно работала с животными, с экспериментальными, с крысами. Я думаю, что подумаешь, посмотрю, там, покормлю крыс, посмотрю, что происходит с ними, с потомством. Ну, меня в основном интересовало, меняется ли у них поведение. Вот если мы в пищу добавляем какой-то генетически модифицированный продукт. Мне удалось достать трансгенную сою. Это соя линия 43.2, устойчивая к гербициду Роундапу. Гербицид применяется для борьбы с сорняками. И эту сою в то время очень широко использовали в продуктах питания. Добавляли ее вообще и в молочные продукты, и в мясные, и в хлебобулочные, и в кондитерские везде. Ну, и, в принципе, честно могу сказать, несмотря на то, что я уже изучила к этому времени литературу, я вообще все равно как бы не верила в том, что КМО мог быть настолько опасными, и думала, ну, наверное, будут изменения поведения в третьем поколении, может, в четвертом поколении, потому что, согласно инструкции, нужно проверять влияние какого-то продукта или лекарства на пяти поколениях. Но то, что я получила, меня просто, вот это был второй уже шок такой настоящий, потому что вот полученные результаты, они вообще полностью изменили мою жизнь. То, что я вот увидела, я была действительно вот в состоянии даже стресса, наверное, какого-то, потому что мне даже в голову могло прийти, что это может быть. Мы вот подкармливали, добавляли в корм самок кинетическим инференциям, все в небольшом количестве, и уже еще до начала спаривания с самцами, потом во время спаривания, лактации, беременность, лактации и выкармливали у детеныша в течение первого месяца. И я могу сказать, что мы увидели сразу, это высокосмертность новорожденных крысят, более 50% вот в этой группе крысят умирали. Вот из выживших часть были недоразвитыми, и что самое страшное, они все были бесплодными. Вот в течение пяти лет я перепроверяла вот эти данные, я кормила, подкармливала только от них самок, я подкармливала самок и самцов, я смотрела, как у них меняется поведение, морфологи подключились ко мне и анализировали состояние их внутренних органов. И то, что, конечно, мы получили, там очень серьезные, ярко выраженные нарушения, и это привело к тому, что я написала, обратилась в президиум Академии наук, чтобы повторили мои исследования и проверили все остальные трансгенные культуры. Но, к сожалению, вот этого не произошло, и наоборот, как бы, институтам даже запретили проводить подобные исследования. Вот я начала проводить в 2005 году, потом мои исследования повторили, и где-то в 2009-2010 году, то есть через 5 лет практически, на хомячках получили то же самое. Также были повторы совместно со мной на мышах в другом институте, и тоже были получены аналогичные результаты. Ну, конечно, когда я уже вышла с этими данными, они, ну, я, понимаете, я, в принципе, думала, ну, вот я как бы скажу об этом, а потом будет какая-нибудь там группа большая, лаборатория, которая очень досконально все это изучит. Ну, а поскольку этого не было, то пришлось самой продолжать эти исследования и писать об этом. И я уже вдруг обнаружила, что в мире существует группа ученых, которые, в общем, уже давно обнаружили негативный эффект, которые все оказались под очень сильным давлением со стороны транснациональных компаний. И вот это вот, мне кажется, особая тема, которую нужно вот специально просто вот подробно об этом рассказать. Да? Я думаю, что надо говорить все подробно, что касается безопасности России, безопасности людей, живущих в России, наших сограждан, собратьев и сестер, и касаемо всех вообще всего населения Земли. Поэтому вот о этих транснациональных корпорациях, которые делают такие безобразия, надо поговорить. Ну да, значит, вот первыми же вообще на самом деле пострадали американские ученые, это был Дэвид Квист и Игнасия Чапл, я их видела, когда вот поехала на конференцию. Они, в общем, провели очень простую работу и доказали, что происходит генетическое загрязнение, то есть пыльца трансгенных растений попадают в обычные уже растения, они брали кукурузу, и уже семена этой кукурузы становились трансгенными, и фактически люди там выращивают обычную кукурузу, а там также есть уже трансгенные растения. Это, кстати, между прочим, привело к тому, что вот эта компания, она собрала огромные штрафы с фермеров, обвинив их в том, что они крадут семена генетически модифицированные и высаживают на своих полях. Как они это делали? Они вдоль дорог рассыпали раундап. Раундап, как я уже сказала, это гербицид для борьбы с сорняками. Значит, все растения от раундапа, они погибают, а растения устойчивые к нему, они не погибают. Значит, устойчивыми к нему могли бы только генетически модифицированные растения. Если они выявляли какие-то растения, которые не погибали от раундапа, они уже шли к этому фермеру, говорили, ты у нас украл семена, плачешь штраф. А штрафы там достаточно серьезные, были там порядка 700-800 тысяч долларов. И фермер говорит, ну как же так, я ничего не брала, у меня вот поле кукурузы или рапса абсолютно там нормальное, нет никаких трансплентов, ничего не знаем. Вот видите, вот здесь у вас кукуруза, которая от раундапа не погибла, значит, точно вы у нас взяли семена. И бедные фермеры платили эти штрафы, то есть они таким образом собрали 17 миллионов долларов вот по тем сведениям, которые к нам пришли. И только один фермер, это персишмазер, канадец, который заявил, что я не буду ничего платить. И он обратился в суд, сказал, что не будут платить 800 тысяч долларов, что ничего он не крал. Он перестал сажать, значит, рапс и стал сажать гречиху. И там на поле все равно выросли, вырос рапс или там кукуруза, сейчас не помню, что он сажал до этого. И он сказал, видите, это не я, мол, краду семена, это они загрязняют мои поля. Я никакой рапс не сажал, и тем не менее вот он тут вырос. То есть мы тоже как бы нас подключили, мы говорили о том, что кукуруза это ветропляемое растение, конечно, могла попасть там пыльца. И к тому же, конечно, ветром могли быть занесены семена. Ну вот Перси Шмазер, он отказался платить и суд удовлетворил его иск. И более того, ему даже эта компания заплатила штраф. Он был небольшим, но тем не менее заплатила. Вот оказалось, что среди фермеров только один такой был смелый смелый фермер. Ну вот можно посмотреть фильм, который называется Стоп Монсанто. И там как раз фермеры рассказывали о том давлении, которое на них оказывалось и как они это делали. Вообще, конечно, очень такая малоприятная ситуация. Это вот была ситуация с фермерами. Ну, точно то же самое было, конечно, с учеными, потому что вот эту работу о генетическом загрязнении Игнатия Чапила и Дэвида Квиста, она была сделана в очень высоком уровне. и она была опубликована в самом престижном журнале Nature. Но через некоторое время началось давление на редактора этого журнала, и он написал и сказал, что это была техническая ошибка, что он опубликовал эту статью. Сами же ученые, они пострадали, то есть один вообще потерял работу, а другой лишили лаборатории. В такой же ситуации оказался потом пуштает английский ученый, который показал, что трансгенокартопия приводит к патологии внутренних органов. Потеряли гранты итальянские ученые во главе с Молотеста. Вот совсем недавно была история с французскими учеными Серолини, которые обнаружили огромные опухоли у животных, если их кормить в течение долгого срока. Ну, я же не говорю о том, что и мне пришлось уйти с работы, потому что мне запретили продолжать исследование и не рекомендовали говорить о своих результатах. Это уже было на том этапе, когда уже мои данные были опубликованы, и нельзя было уже не говорить. И тем не менее, в общем, вот началось такое давление. Я решила, что я буду продолжать бороться против ГУМа, потому что это действительно безумно опасно, и мне даже показалось, что сами компании толком даже не поняли, что они создали. Они просто, возможно, преследовали чисто коммерческий интерес, у них было получить прибыль, поскольку вот эти трансгенные растения, они устойчивы к химикатам, можно создавать растения устойчивые к заморозкам, к жаре. Ну, а как они влияют на животных, ну, не проверили. Или проверили в течение очень короткого срока, поэтому не вывели никакого негативного эффекта. Ну, в общем, вот такая вот история достаточно печальная, потому что очень тяжело вот ученым, которые говорят правду, и то, что сейчас происходит во многих странах, это всплеск таких заболеваний, как онкология, аллергия, диабет, ожирение и бесплодие, напрямую связано действительно с тем, что в продуктах питания много генетически модифицированных организмов. Ирина Владимировна, то, что Вы рассказали про деятельность этих мегакорпораций, это в простонародье называется подстава или бандитский развод. Когда подходит, что-то подбрасывает, он говорит, о, он украл у нас, и начинается, а потом же подходит, начинает прессовать, ну, что, или ты постоянно нам будешь платить, или мы тебе дадим вот эти зернышки и будешь их рассеивать, да, или вообще отсюда убирайся. И этим все заканчивается. Но ведь возникает вопрос, если даже о ГМО не знают, о вреде ГМО не знают ученые, что тогда вообще говорить о простых людях? Ну, понимать, ученые, как бы, теоретически, они все понимали, что ГМО опасны, и даже, вот я была на съезде биотехнологов, и они даже сами предупреждали, что действительно это может быть очень опасно. И когда, например, я помню, пригласили там на такой вот уже ужин после конференции, кто-то сказал, а тут, наверное, трансгенные продукты, то как-то они все шарахнулись от этих столов, потому что испугались. Потому что прекрасно знают, что это такое. Но, понимаете, ученые, они зависимы очень от грантов, они очень зависимы от администрации своих институтов и не могут идти против них. И поэтому очень многие ученые, они как бы приняли какую позицию вообще об этом не говорить, этим не заниматься. Поэтому не так уж много работ сравнительно, если брать там вот этот отрезок фактически там в 30 лет, не так уж много работ, потому что за это время можно было, конечно, огромное количество работ выпустить по каждой культуре. Но ученые, конечно, боятся, боятся этим заниматься, потому что идет вот действительно такая просто атака на них. А с другой стороны, когда ко мне подходили и говорили, а вот вы не боитесь, я говорю, а что, у нас есть какой-то другой выбор. Понимаете, у нас, если мы не будем говорить о том, что это опасно, и будем их есть соответственно, потому что никто не будет знать, что они опасны, то мы просто, у нас не будет шансов на выживание, мы погибнем. Если же мы все-таки начнем вас предупреждать и начнем что-то предпринимать, чтобы защитить людей от ГМО, то мы, естественно, выживем. Поэтому, конечно, правильная позиция это проводить исследования, это доказывать, показывать, насколько они опасны, это искать способы защиты человека от ГМО. То, что, в принципе, мы делаем. Мне кажется, способ защиты от ГМО простой, изолировать тех, кто это ГМО оплачивают и распространяют. Самый простой способ. Можно придумывать кучу других способов, там, выявление этих ГМО, еще чего-то. Может быть, оно и нужно, потому что уже засорена наша планета этими длинными происхождениями организма, но все-таки. Вот я хочу задать вопрос не вам, это риторический вопрос. Вот те ученые и те политики, те верхи, которые не запрещают, а потворствуют внедрению ГМО, неужели они сами не понимают, что им же это все жрать придется самим? Неужели они не понимают, что их родня и они сами будут страдать от этого? Вот неужели не доходит до них это все? Я думаю, они, конечно, делают все, чтобы их не есть. И я помню, как мне сказала сотрудница нашего института, она говорит, мол, что ты так занимаешься вот этой проблемой? Ну, подумаешь, мол, полонаселение вымрет, она мне говорит. Представляете, так спокойно. Говорит, я лично сама не ем там полуфабрикаты, где могут быть там трансгенные организмы. Я говорю, извини меня, пожалуйста, но у тебя дети и внуки твои едят, ты ради чего тогда живешь, если ты сама ты можешь не ешь, но ты же не сможешь их уберечь. Вот они пошли в гости или на вечеринку, естественно, они все это будут есть. Вот, понимаете, вот как люди рассуждают. Ну, и что? Ну, и подумаешь. Это вот удивительно. Для меня вообще всегда это, вот это был, наверное, третий такой шох для меня, когда я, мне казалось, что это настолько очевидная ситуация, и что люди, вместо того, чтобы начать что-то делать, набрали, ну, и что? Ну, и подумаешь. Ну, в принципе, очень даже похоже на ситуацию во время Великой Отечественной войны, когда люди, которые шли, помогали фашистам и убивали других, да, то есть они выбрали для себя этот путь. И здесь то же самое. Я есть не буду, другие пусть сидят, пусть умирают. Ну, это действительно очень странно. Странно, когда, например, биотехнологи, которые пишут письма в правительство нашей страны, там, доказывают, что все безопасно, причем выясняется, что они не провели ни одного исследования, что это вообще не их тема, что они никогда не занимались физиологией, они чистые, там, люклярные биологи, которые их создают. И ради чего они это делают? Оказывается, ради того, чтобы им гранты давали. Понимаете? И как бы прикрываются тем, а вот мы будем получать гранты, мы будем в курсе этой темы. Я говорю, ну, понимаете, ну, представьте, что вот вы занимаетесь там вирусами, да, и занимаетесь в лаборатории, но это не значит, что вирусы надо распространять среди людей и смотреть, как они на людей действуют. Вот то, к чему вы призываете. Ведь сейчас в России правительство одобрило законопроект о запрете ГМО, и там совершенно четко сказано, что нельзя использовать продукты питания в врачах, но можно проводить научные исследования. Но вот сторонникам ГМО этого показалось мало, и они просто вот организовали атаку уже, наверное, при такой вот поддержке компании Монсата. Возможно, эта компания пообещала им какую-то поддержку финансовую, потому что они набросились на всех ученых, которые доказали опасность ГМО и даже пострадали вот от своей такой борьбы против вот этих опасных организмов. Да, вот я как-то раньше об ученых думал несколько получше, только все это рассказали. Я думал, ученые это все-таки люди, которые умеют мыслить, размышлять, анализировать. Разумные люди, а не человекообразные существа, которые имеют диплом в кармане и умеют, как медведи, крутить педали у велосипеда и за это получать что-либо. Но ведь даже, как мне вспоминается, один из вождей индейцев сказал, что когда люди осознают, что уже не осталось воды чистой, не осталось зелени, не осталось продуктов питания, они не смогут есть доллары. Неужели они это не понимают? Ну, вы знаете, это действительно так, но возможно они считают, что на их век это их не коснется вот так вот напрямую, что это коснется в основном следующие поколения, поэтому какая разница, что произойдет с теми, кто еще только родится. И даже мне некоторые говорили, вот я, например, говорю, ну это же очень плохо влияет там на будущее поколение может плохо повлиять на наших детей. Говорят, а у меня детей нет, и что я буду об этом думать? Ну, вот так вот рассуждать. Ну, понимаете, это вот очень странно, что люди думают только о том, чтобы им сейчас иметь какой-то грант и работать, и не думать о том, что к чему приведет вот эта работа, каким последствиям. А последствия, на самом деле, катастрофические, если честно. То есть то, что мы обнаружили даже в экспериментах, это действительно очень страшно. Почему? Потому что вот что мы фактически выявили, помимо того, что происходит патология внутренних органов, а почему происходит? Дело в том, что ГМО создают, вот когда внедряют ген, то используют патогенные бактерии или вирусы для того, чтобы ген был внедрен. Ну, среди патогенных бактерий это опухолеобразующая почвенная бактерия использует клецевую ДНК или плазмиды этой бактерии. Эта бактерия, в отличие от других, может внедрять свои гены в клетки видших организмов. И вот она и была использована как некий вот эти плазмиды этих бактерий, как некий транспорт для доставки генов ядерной ДНК. И что мы в принципе обнаружили патологию внутренних органов, онкология, то есть опухоли. И вот самое страшное это бесплодие. Значит, получалось так, родители едят продукты с ГМО, у них дети рождаются, но они бесплодные. И когда мне говорят, ну, подумаешь, что вы там говорите, вот у меня ребенок родился, мне один недавно сказал, я говорю, ну, правильно, у вас может ребенок родиться, потому что ваши родители ГМО не ели. А вот будут ли дети у ваших детей, это большой вопрос. И если действительно то, что мы увидели в эксперименте, произойдет то же самое с людьми, то сокращение населения может достигнуть 80%. Это очень большое сокращение. То есть на свет просто не будут появляться дети. И самое страшное, что даже центры по экстракорпоральному благотворению уже не помогут. Я, например, совсем недавно была в одном институте, вдруг вижу, что в одном помещении бегают там женщины, как-то их очень много. Я даже пошутила, слушайте, там что, дают что-то такое? Почему так много молодых женщин туда бегут? Она говорит, да нет, это центр по ЭКО, я была потрясена. Выяснилось, что на самом деле в этих центрах уже очереди. То есть молодые люди не могут сами зачать ребенка. До чего мы уже дошли? Так вот, дети, рожденные от родителей, которые ели ГМО, им даже ЭКО не поможет. И почему мы бьем на бат и говорим о том, чтобы у нас в стране не было трансгенных продуктов? И нужно отдать должное, потому что я знаю, что очень много делается для того, чтобы действительно было импортозамещение и чтобы использовать натуральные культуры не генетически модифицированные. В нашей стране делается очень много для этого. Просто не афишируется, возможно, потому что ситуацию быстро так не исправишь, как хотелось бы. Вот тут рассказали, теперь как думаешь жить-то на свете, если такие подставы с каждой стороны, со всех сторон идут, и защититься это невозможно, ведь без нашего спроса все это нам засовывают. Но я думаю, что наступят времена, когда ученые все-таки будут разумными, это первое. Я надеюсь, что такое наставит время. И второе, что ученые, те, которые находятся на ответственных должностях, отвечают за будущее России, за будущее наших родов, они сами будут иметь детей, потому что, как показывает практика, те, которые говорят, да, у меня нет детей, мне-то ничего. То есть, это вырожденец, который сидит, свой век доживает, и ему все равно, что там будет дальше. Давайте мы сейчас приведемся на музыкальную паузу. Сегодня мы будем слушать замечательно нашу певицу Жанну Бечевскую. Давайте первую песенку и послушаем. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 29 января 2016 года пятница, по одному из старинных восьмой день месяца в юг из службы, 7500 до 4 лет в понедельник. Продовольственная программа ГМО, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главная ведущая Ирина Владимировна Ермакова. Уже много вопросов поступает к нам из чата. Напомню, что вопрос мы принимаем именно из чата, который находится на сайте Народного Славянского Радио. Для того, чтобы задавать вопросы и общаться с своими друзьями, достаточно один раз зарегистрироваться и, главное, не забывать у нас появляются. Значит, вот когда вы говорили о том, что это случайность, это ошибка в самом начале, когда ГМО появились, вот я подумал, какой же все-таки хороший человек Ирина Владимировна, как она хорошо думает о людях. Здесь идет установка на сокращение поголовья населения всеми возможными способами, войнами, алкоголем, наркотиками всеми возможными, какими-то там дурными мыслями, идеями. И тут так раз появилась ГМО вдруг ни с того ни с сего. Причем появилась именно в той компании, которая занималась разработкой военных убийств, различных препаратов для убийства. И вот я, может быть, чем-то хуже вас, я так думаю, о людях может быть хуже, но мне это видится не просто так это появилось, а мне видится, что это все входит в канву того самого заговора тоже нельзя говорить, потому что хозяева против своих баранов заговора не устраивает. А именно тенденция по сокращению населения, как она и была предпринята, вели программу, как была разработана давным-давно, и вот это просто очередное звено, которое в эту программу входит. Вот как-то так я вижу это. Да. Вот, и к сожалению, к сожалению, еще раз говорю, ребята, ученые, вы поймите, что вы живете не на Марсе, вы живете среди нас, тех людей, которые это все кушают. Мало того, что ГМО вытесняет нормальные растения, и вы будете дышать этим, и все равно ваши там цветочки на клумбочке, которые будете выращивать, тоже будут заражены. И даже если вы где-то там что-то будете в себя сеять в огородике, это тоже будет заражено. В конечном итоге даже за высокие, за большие деньги вы не купите нормального. И это не только к ученым относится, это и к политикам относится, и к тем, кто находится над политиками. Я думаю, знаете, почему все-таки есть группа ученых, которые выступают за ГМО, возможно, просто не хотят какой-то паники, я не знаю. То есть, понимаете, когда не знают, что сделать, начинают как бы оспаривать, что действительно это так. То есть, если бы, например, они знали, что сделать, они, наверное, просто эти продукты бы не допускали, выявляли, но, возможно, не так все просто, как хотелось бы. Ну, как говорят, не было бы счастья, если бы несчастье не помогло. И вот эти санкции, они нам даже на руку, поскольку именно трансгенные организмы в основном шли из-за рубежа. И вот здесь, видите, как поворачивается ситуация. Другое дело, чтобы, конечно, люди и сами обращали внимание на те продукты, которые они покупают. У меня есть несколько там коротких рекомендаций наверное, я в конце скажу, как себя обезопасить, что нужно делать. И сама я тоже участвую в разработке приборов, у нас там уже какие-то наработки есть, но, к сожалению, нет особой поддержки со стороны государства. Ну, может быть, у государства какие-то свои планы и свои разработки, я не знаю, возможно. Вот опять, вы себя проявляете как хороший человек. Вы думаете, что вот эти санкции, они как-то повлияют на то, что мегакорпорации не привезут через наших друзей вот эти вот пассивные материалы. Мне кажется, все намного сложнее, нежели так думать. Санкции включили, ура, теперь мы этих ГМОшек не получим. Мне кажется, что мы даже просто получим. Вы правильно обратили внимание на то, что семена, да, откуда мы берем семена. И я помню, как ко мне подошли ребята и говорят, вы знаете, мы выращиваем экологически чистую культуру, рапс. Я говорю, как культура рапса? Вы все на ГМОшек берете? В Канаде. А Канада, это одна из стран производителей ГМО. И я говорю, а вы на ГМО проверяли свои семена? а что это такое? Вот, понимаете, конечно, вот уровень наших фермеров не очень высокий, хотя я очень неоднократно выступала среди фермеров и говорю о том, что надо проверять все семена. И я знаю, что многие это делают. Но ситуация, опять-таки, не очень простая, потому что те методы по определению, которые сейчас существуют, это ПЦР, полимеральная реакция, проверить можно культуру, если у вас есть эталоны тех генов, которые были внедрены. Если у вас эталоны или образцов этикенов нет, вы определить, мы уже не сможете. И вот поэтому мы пытаемся разработать приборы, основанные не на генетическом анализе, на физико-химическом свойстве этих растений. И я могу сказать, что люди, когда я обратила за помощью, очень активно мне стали помогать, даже деньгами. Ну, каждый день было достаточно, ну, так сравнительно, это была небольшая сумма, но сам факт, что люди захотели помочь, уже это было достаточно приятно. Но работать тяжело, поскольку меня отключили от научной деятельности, лишили лаборатории, лишили работы. Конечно, я вот сидя дома, мне немножко тяжеловато создавать и разрабатывать приборы. Да уж. Хотя у меня вопросов куча, но я хочу все-таки перейти к вопросам, которые из чата уже поступили, и многие вопросы пересекаются с теми, которые я хотел бы задать, поэтому я первенство даю из чата нашего вопроса. Владимир, мытищи задает вопрос. Ирина Владимировна, объясните, пожалуйста, как мне обычному пригородному человеку и с помощью каких доступных к применению средств исключите семейный потребительской корзины продукты, полученные с использованием генномодифицированных технологий? Как сделать так, чтобы эта выборковка была реализуема на этапе выбора продуктов в обычном магазине? Вот вы хотели в конце сказать, но придется, наверное, сейчас говорить. Ну, вы знаете, конечно, это не совсем вопрос ко мне. Почему? Потому что вообще этим вопросом занимается Роспотребнадзор. И он должен указывать, откуда пришли вот эти продукты, являются они трансгенными или содержат ли они там ГМО или нет. К сожалению, этого нет у нас, и мы вынуждены покупать кота в мешке. Ну, если брать, например, фрукты, овощи, то лучше брать те, которые, вот если яблоки, чтобы они не такие крупные были, а были мелкими, там, с пятнышками, значит, насекомые их потребляют. Это уже некий признак безопасности, да. Вот. Если, например, вы попробовали огурец или помидор, он показался вам таким немножко странным, необычным, лучше, конечно, их есть. Я понимаю, ситуация действительно очень сложная, и здесь должны работать лаборатории по определению ГМО. И в свое время, это было где-то, наверное, лет 7 назад, такие лаборатории организовывались в разных городах нашей страны. В основном там использовали вот метод ПЦР, но я уже говорила о том, что для определения ГМО нужно знать, какой ген был внедрен. Вот. И, ну, такие лаборатории существовали, и можно было пойти проверить любые продукты. Но люди не ходили, не проверяли, и лаборатории, в конечном счете, были закрыты, поскольку не окупали себя. То есть, и была вот такая ситуация. Сейчас, конечно, что делать? Вот поэтому мы очень быстро хотели бы запустить какой-нибудь прибор и начать проверку вот этих продуктов. И я неоднократно посылала проекты в разные инстанции с просьбой хотя бы там запустить вот батареи тестов по проверке ГМО. Ну, например, очень такой простой пример. Часто у трансгенных растений нет запаха. Такого, как есть у натуральных продуктов. А почему? Потому что растения, которые растут в природе, им вот запах, он для чего нужен? Чтобы привлекать насекомых для опыления, да? А в растении искусственно созданные им запах особенно не нужен. И здесь вот опять-таки очень много таких вот параметров. Вот мы смотрели, проводили спектральный анализ и обнаружили определенные различия. сейчас я еще один вот параметр изучаю и если он будет эффективным, то, конечно, мы хотели бы уже запустить. Но, опять-таки, хотелось бы, чтобы это не там не я, которая сейчас лишена работы и возможности там что-то делать, а именно государственные учреждения в нашей стране очень серьезно отнеслись бы к этому вопросу. Но, опять-таки, почему-то многие рассуждают так. Ну, вот пока я там занимаю этот пост, ничего страшного не произойдет, вот люди едят, они сразу все равно не болеют, не умирают. Действительно, у ГМО такой пролонгированный эффект. И подумай, что там будет с потомством. А то, что сейчас уже огромная проблема, что очень многие молодые люди не могут родить ребенка, что часто дети рождаются больными, это тоже показатель вот нашего такого равнодушного отношения к этой очень сложной и тяжелой проблеме. И очень, с одной стороны, она очень важная, поскольку, как говорится, мы есть то, что мы едим. И продукты, питание, вода, вот нужно, конечно, уделять этому очень пристальное внимание. Как вот Владимир Заматиш определить. Ну, я опять-таки хочу сказать, это сложно. И то, что смотреть по внешнему виду и по вкусу, другого пока способа нет. Но будем надеяться, что все-таки будут такие лаборатории или будут приборы. Ну, в частности, например, в Болтайском крае ребята выпустили такой прибор, персональный прибор по определению ГМО. Ну, правда, в основе этого прибора чипирование, то есть они фактически могут определить наиболее распространенные трансгенные растения. В принципе, это уже хорошо, да, иметь такой приборчик. Я, правда, написала, я в свое время отсылала им тоже эту ссылку, которую я изучала, я им написала письмо, что как бы можно ли у вас приобрести эти приборы, и в интернете есть информация, стоит такой прибор порядка трехсот долларов, вот, но можно там скоперироваться, не обязательно одной семье, скоперироваться с кем-то и купить прибор на всех, но такой прибор алтайские ребята выпустили, причем, когда я с ними разговаривала, они меня спросили, вот мы не можем одного понять, а почему до сих пор никто этого не сделал, я не знаю, я не знаю, потому что, я даже не знаю, вот, почему до сих пор не выпустили этот прибор, возможно, была другая цель, цель вообще, как бы, не допускать КМО на наш рынок российский, это, конечно, благая цель, и будем надеяться, что действительно, вот в этом направлении и движется наше государство, и то, что уже сейчас отобрен законопроект по запрету КМО, это на самом деле все равно это хорошо, это уже шаг. Ну, конечно, какие-то семена и продукты будут поступать к нам там какими-то там левыми путями, но здесь должен быть контроль, обязательно контроль за продуктами питания, которые поступают к нам в магазины, и помощь уже людей, которые вдруг обнаружили необычные там фрукты, овощи, не дай бог, конечно, если вдруг почувствовали себя плохо после того, как съели там огурец или яблоко, и вот такая помощь людей тоже нужна. то есть первый признак того, что это не ГМО все-таки, оно должно быть покусано каким-то образом следы червячков, жучков, то есть мы должны доедать уже до... даже должен быть запах, понимаете? аромат, запах. Вы знаете, как раньше мы заходили на рынке, и какой запах стоял, а сейчас, мне кажется, они вообще не пахнут, еще даже болгары на это обратили внимание, говорят, что произошло с овощами, что произошло с перцем, например. Но вот здесь мне еще один такой неприятный момент в голову приходит, ведь известна такая структура наркоконтроля. И вот они бьются с этими несчастными спайсами. И вот внесли в реестр спайс с таким-то названием, чуть-чуть формула изменилась, присадочка туда какая-то добавилась, и он уже в этом реестре отсутствует. И можно его распространять. Опять поймали кого-то, опять внесли. Это можно делать бесконечно. Так вот, здесь примерно та же самая история может наблюдаться. Если человек хочет выйти из ситуации, он просто-напросто берет по какому-то одному признаку, запрещает вещества, и все. То есть, есть, например, в составе вот этого вещества все, значит, это спайс, как бы ты там не называл его, какую бы ты паковку не делал для него, какие бы ты там дополнения не дополнял, все, это спайс, ты запрещен, ты находишься, значит, уже под уголовной ответственностью. То же самое и здесь. Если захотят сделать все правильно, сделают, и тогда у нас ГМО будет просто вычищаться, и Россия будет свободна. Но если вот это пойдет все как по наркоконтролю, вот по такой же рутинной проблемке, то в этом случае мы ничего не решим. И это надо тоже учитывать. вопросов много идет, просто хотелось бы побыстрее на вопросы, а то очень интересные вопросы идут. Ну, я просто что еще хотела сказать, что очень важна помощь людей, потому что, вы понимаете, вот у меня спрашивают, а я сама не знаю, как, да, и поэтому нужно писать письма, телеграммы посылать, вот есть сайт там Кремль.ру, да, президенту страны, и вот писать вот на эту тему, чтобы действительно разрабатывали приборы, чтобы был открыт центр по проверке продуктов на ГМО. Ну, понимаете, почему я думаю этого не делать? Ну, боятся, боятся, что вдруг у нас действительно очень много продуктов, которые содержат ГМО, и что тогда делать? Понимаете, тогда, конечно, люди будут недовольны. Поэтому сейчас вот такое направление это импортозамещение, это проверка семян ГМО, там, или не ГМО, и когда уже будут уверены, что, да, действительно, у нас в основном продукты обычные, нормальные, тогда, может быть, как бы и создадут такой центр. А пока просто, возможно, боятся. Я помню, в прошлом году на меня вышел один иностранный журналист, и он мне задал такой вопрос, говорит, ну, у вас же в стране должен быть голод. Я говорю, почему? Говорю, ну, как почему? Ведь у вас семена все генетически модифицированные, а они бесплодные, они не дают урожая, они дают один раз урожая, а второй уже не дают. И к тому же у вас санкции, то есть к вам не поступают продукты, у вас должен быть голод. Я говорю, знаете, я не знаю, но продуктов в магазинах много. Поэтому, видите, как бы ситуация, возможно, находится под таким контролем, но просто я не владею нужной информацией. На мой взгляд, идеология решает все. В чьих руках находятся средства массовой информации и идеологии, те побеждают. Ведь очень простой пример. После войны, когда, понятно, в какой ситуации мы находились, правильно поставлена идеология, правильно поставлено информирование, правильно заданная цель, она сделала удивительные изменения в стране. Когда за одну пятилетку было сделано очень и очень много. И на вторую пятилетку там начались просто поразительные успехи Советского Союза. Казалось бы, только-только вот вылезли. И цены снижали, и много чего там было интересного. Так вот, бояться, мне кажется, здесь не надо. У нас сейчас есть возможность людям все подробно объяснить. Сказать, или вы чуть-чуть недоедаете и становитесь здоровыми, подтянутыми, бодрыми, спортивными, красивыми, или вы пережираете, но при этом разлагаетесь изнутри. У вас есть простой выбор. Что вы хотите? Вы хотите быть здоровыми или больными? Мы хотим здоровыми. Все. Дальше начинается просто элементарная пропаганда здорового образа жизни, правильного и так далее. Отношения. И в этом случае тогда бояться вот этого, то, что на прилавках не будет изобилия продуктов, абсолютно не стоит. Здесь или опять недопонимание, или умысел какой-то. Но об этом можно говорить бесконечно. Все-таки мы не ловцы пятой колонны, пока еще. Нам такие не дали мандаты в руки и маузеры, не раздали. Поэтому давайте все-таки будем отвечать на вопросы, которые мы сейчас можем поднимать и как-то будоражить общественность. Владимир Азмайтич продолжает. Вопрос в эфир. Ирина Владимировна, масла, подсолнечное, кукурузное, оливковое, льняное, горчичное, сохраняют вредные свойства, если были получены из генетически модифицированного сырья? Или они более, или они менее опасны, если это, или дарафинированное, например, сравнить, если так? Ну, вы знаете, вот насчет масел, конечно, ну, например, масло из мухоморов. Будете вы его потреблять? Нет. Почему? Потому что там могут быть ядовитые вещества. Вот, когда производят какую-то модификацию, то могут появиться токсичные вещества, да? И вот подсолнечник, кукурузу модифицировали, подсолнечник модифицировали. Про оливки тоже была такая информация, что оливки есть модифицированные, лен модифицировали. То есть, они как могут быть с трансгенами, так и не могут быть. Что касается рафинированных, ну, возможно, да, рафинированные, они более безопасны, это точно. Вот. Но в свое время действительно была целая дискуссия, является ли там, допустим, то же самое подсолнечное трансген, подсолнечное масло, полученное из трансгенов растения, опасным или нет. Ну, конечно, является. Если туда образовались токсичные вещества, оно будет опасным, оно будет вызывать там недомогание. В свое время вот была такая история, когда использовали трептофан из генетически-медицинной бактерии. Трептофан, это аминокислота, использовали как ну, как БАД, как добавку, да. И там произошла мутация, и образовался не трептофан, а этилен без трептофана. Немножко изменил свою форму. И несколько человек умерли, остальные стали, и очень много людей стали инвалидами. Ну, тогда на это обратили внимание, и в конечном счете как бы принялись меры, чтобы это не повторилось. Была такая кукуруза Старлин, которая вызывала очень сильную аллергию, вплоть даже аминфологического шока. Вот. И поэтому масло из трансгенных растений лучше не потреблять. И, конечно, нужно обязательно проверять, из каких растений они были получены. Ну, это опять по идее должен заниматься Роспотребнадзор вот этим вопросом, и не допускать масла из трансгенных растений в магазинах. Да, поскольку у них инструкции и приборов нет, то они сейчас допускают все. Нет, у них есть ПЦР, но ПЦР вот это пример еще раз хочу сказать, что там определяет ГМО, если вы знаете, какой ген был внедрен. А поскольку часто идут новые линии, то определить трансген бывает не так лучше просто. Вот почему мы и стали обращать внимание на приборы по изготовлению и созданию приборов по изучению физико-химических свойств растений. Ну, вот я как бы вот сколько я об этом очень давно говорю, сама даже что-то делаю, но я не вижу, не вижу, чтобы в нашем государстве действительно обеспокоились этим вопросом. Ну, примут сейчас закон даже о запрете ГМО. причем вот видите уже целый год и все никак не могут его принять. Правительство вроде бы одобрило первое чтение в Госдуме этот законопроект прошло, а второе еще нет. И очень сильное лобби, которое пытается доказать, что все безопасно, все это ерунда. И конечно правительство оно колеблется, оно то в одну сторону идет, то в другую сторону. И вот это очень, конечно, прискорбно, потому что мы выпускаем время, это несомненно. Нужно как-то самим что-то делать в себя, пытаться обезопасить. Я потом говорю, все-таки все-таки в конце я скажу, самые-самые примитивные вот такие способы, как попробовать себя защитить. Ну, еще хотела бы все-таки обратить внимание, что продукты стали немного получше в наших магазинах, они были в большей степени натуральны, чем трансгены. Поэтому все-таки я очень надеюсь на то, что государство на самом деле нас пытается защитить и беспокоиться о нашем здоровье. Хорошо. Насколько я понимаю, избавиться от трансгенов в подавляющем большинстве, не 100%, но хотя процентов 80, удастся простым способом. Просто-напросто дать им вызреть, потом их сжечь, к примеру, да, и... Нет, к примеру. А те, которые останутся, они уже не жизнеспособны, то есть их семена, они, как правило, уже всходов не дают. Где-то 80% таким образом удастся избавиться. А вот остальных 20 надо уже будет вычислять и вытаскивать. Это, в общем-то, понятно. Хорошо, следующий вопрос. Уже частично ответили, но поскольку он был задан, я обязан его прочитать от Антона. Насколько нынешнее разнообразие овощей и фруктов на продуктовых полках, магазинах, безопасных к употреблению? Я думаю, что уже очень четко на него ответили, так что можно дальше, наверное, двигаться. Владимир Азмытищич, Ирина Владимировна, ягоды российского происхождения, клюкву, брусника, черника еще можно покупать или их тоже модифицировали? Как дела с крупами? Существует ли влияние произрастания гемокультур на пчел и на мед? Ну, конечно, я думаю, клюкву, брусника, они еще не модифицированы, частно, к нам поступают вообще из регионов. И поэтому я думаю, что они нормальные. Вообще, на самом деле, когда говорят о ГМО, то считается, что уже в мире были модифицированы более 140 летний. Туда входят основные овощи, фрукты, ягоды и другие культуры. Но поскольку очень такая активная и мощная борьба в мире против ГМО, то и сама компания, она немножко затормозила свои деятельности, в частности, например, руководитель компании Шапира, он даже сказал в одном интервью, что да, ГМО опасны, и правда, после этого был уволен. Ну, я думаю, что они, конечно, не будут все-таки лезть на рожон и создавать такие ГМО очень опасные для здоровья. Вот одним из принципов, как определить много в этом регионе продуктов с ГМО или нет, это заболевания. Если, например, фиксируется всплеск, одновременно всплеск, такие заболевания, как очень много аллергических реакций, много онкологии, диабета, ожирения и бесплодия, это говорит о том, что в этом регионе много продуктов, которые содержат ГМО. В самой Америке, например, была выпущена книга американских ученых, которые доказали, что в тех регионах, где было много ГМО, там вот ожирение диабета, так называемое американское ожирение, как раз связывали с тем, что в этих регионах было много гендинициативных организмов. Действительно, ГМО, они же приводят не только к патологии внутренних органов, они приводят к нарушению отменных процессов. У наших животных было ожирение внутренних органов, то, что мы видели. В общем, картина такая была малоприятная. Но, тем не менее, вот у нас был какой-то период, что в ряде городов просто был всплеск каких-то вот тех самых заболеваний, о которых я вам и говорила, но сейчас этого нет, то есть пошло на спад. Поэтому будем надеяться, что все-таки контроль есть, и просто о нем слух не говорят. Что касается круп, то какие крупы известны, что они модифицированы были, это рис. Но одна линия риса, которая почему-то разрешена эта линия в нашей стране. Это вообще очень тоже отдельная история, когда институт питания, который возглавляет тотальян, и он большой сторонник ГМО, и вот они вдруг разрешают 17 линий, это несколько линий кукурузы, три линии сои, три линии картофеля, рис и свекла по одной линии, и они разрешают, допускают их на российский рынок, это при том, что от всех этих линий отказалась Европа. И было странно, почему мы это разрешили. То есть там какие-то были очень непонятные проверки, которые, в общем, проверкой ты не назовешь. То есть вот таким вот образом они тогда допустили и в том числе рис. Насчет других круп я уже ничего, я не слышала, я не слышала, что была модифицирована, например, гречка, поэтому будем надеяться, овес, будем надеяться, что эти крупы нормальные. Но опять-таки, когда вы едите и вдруг вы чувствуете, вот немножко поели и почувствовались они очень хорошо, то это тоже некий показатель. Что касается пчел, то очень сильное влияние, конечно, полиция трансгенных растений. И то, что в странах производителей исчезают пчелиные семьи, в той же самой Америке, там миллионы пчелиных семей, которые просто исчезли, то есть пчелы исчезают по всему миру. Было такое сказано, что якобы инстейн, что через четыре года после того, как исчезнут пчелы, погибло человечество. Ну, я не знаю, дело в том, что был действительно какой-то период, когда массовая такая смерть не только пчел, погибали пчелы, шмели, бабочки, и мне приносили люди мертвых пчел и мертвых шмелей со своих участков, и никто не мог понять, отчего они все-таки умирают. Ну, кто-то говорил о том, что на них так действуют токсические вещества, кто-то говорил о том, что это как раз пыльца трансгенов растений на них так влияет. вот, и возможно, да, это действительно связано с трансгенами растений, которые приводят к гибели любой живой организм, будь то насекомые или бактерии, там, или млекопитающие, они все равно приводят к гибели этих живых организмов, к заболеваниям, к бесплодию, и поэтому, конечно, вот эта связь гибель пчел и ГМО, она достаточно четкая. Да, как-то по весне прошла такая информация, что кто-то пытался в Думе продвинуть закон о том, чтобы в крупах не развивались различные жучки-паучки, их посыпать какими-то ГМОшными делами. Я не получил такой точной информации, но заброс такой был к нам в эфир, ну, на радио, о том, что планировался такой закон. Если вы что-то слышали об этом, то можете сказать, но это, наверное, уже будет после музыкальной паузы. Сейчас мы продолжаем слушать Жанну Беченского, а песню, которую я поставлю, я связываю с тем, что войны бывают разные. Бывает война горячая, бывает война холодная, бывает война трансгенная и много-много разных других видов. Так вот, сейчас идет уже серьезно идет по полной программе война против всех нас. Поэтому песня будет подстать той ситуации, которая сейчас есть. Мобилизуйте разум, мобилизуйтесь. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, по одному из современных календарей 29 января 2016 года пятница, по одному из старинных день месяцев в юг из служи 7524 лета понедельник. Продовольственная программа ГМО. Такова тема сегодняшнего эфира. Главная ведущая Ирина Владимировна Ермакова. Вот если вам что-то знакомо, если что-то известно, вернее, потому что я сказал по той программе, которая была предложена посыпать порошками продукцию, связанную с зернами и что из зерна производится, можете что-то сказать об этом? Ну, я не знаю ничего об этом. Надо, конечно, посмотреть. Но, скорее всего, это просто, наверное, действительно выпуск трансгенов круп, которые устойчивы к насекомым. То есть, и тогда как насекомые не должны быть там. Хотя, это не так, это они просто не очень понимают. Трансгенные культуры устойчивы к насекомым. Насекомые их едят, просто они потом там не размножаются. Ну, может быть, это они имели в виду, может быть, они имели в виду какие-то химикаты, но и то, и другое это все плохо. Я думаю, что этого делать не нужно. И наоборот, если там жучки есть, значит, крупа вполне пригонен для питания. надо их бояться. Да, или может быть добавление какого-то ГМО, какой-то ГМО-крупы, просто в мелкой форме в муке, например, добавляется, посыпается. Такой вариант тоже возможен. Чтобы не использовать химикаты, а использовать, ну, якобы, мука только из ГМО-продукта. Не исключено, что такой вариант может быть. От Степана вопрос. Ирина Владимировна, знакомы ли вы с романом «Наследие» писателя Сергея Тормашева, в котором описан мир после экологической катастрофы, произошедшей после ГМО-заражения планеты? Ну, да, конечно, я его лично знаю, мы с ним выступали в одной программе по ДТВЦ. А вот, ну, там как раз Баранов, такой профессор в его книге, он рассказывает о том, что происходит, рассказывает о том, кто активно проталкивает ГМО, кто, наоборот, защищает, это все правда. ну, единственное, Баранов, который, фамилия, так, есть Баранов Александр Сергеевич, он вот недавно умер. Он был болен, месяца два назад мы его похоронили. Он был как раз вот описан в этой книге Тормашева. Ну, конечно, на самом деле, вот, что нас ждет, если будут трансгенные продукты, мне такой вопрос часто задавали, но нас ждет бесплодие, то есть исчезновение человечества, разрушение биосферы, поскольку ГМО приводит к глобальному бесплодию всех живых организмов. В первую очередь будут погибать коротко живущие, это бактерии очень важные для нашей природы, для биосферы, есть такие бактерии, там, льдообразующие, лепочевые бактерии, если они исчезнут, то трупы не будут исчезать там насекомые, исчезаем насекомые, потому что не будет происходить опыление растений, ну и так далее. Поэтому, если будет много ГМ-культур, то это может привести к такому экологическому коллапсу, и из-за этого я в свое время поехала на конференцию, организованную моими, можно сказать, противниками, я решила, что все равно надо туда ехать, как бы это было неприятно, меня пригласили международный комитет, вот этот, это в штате Миссури, город Сан-Луис, и честно могу сказать, я была там единственным их оппонентом, и вот, и один из представителей компании, Мацан, сказал, ну, вы смелая женщина, я обрейфум, он мне сказал, я говорю, ну, а каким образом можно еще до вас достучаться, они, между прочим, хорошо знали все мои работы, и я как раз в своем докладе, он был посвящен, назывался так, изменение климата как результат глобального распространения искусственно созданных организмов, пыталась донести до них вот эту информацию, я там привела, это у меня был постер, привела все результаты исследований о том, что происходит с насекомыми, с дикорастущими растениями, и как, влияет вообще там на животных, на человека, вообще на окружающую среду, на природную среду, вот, и вы знаете, в общем, я так поняла, что какая-то была реакция, и реакция была позитивная, то есть моя пластинка не была как бы бесполезной, вот, что меня, конечно, порадовало, и здесь вот, конечно, что нужно сказать, что да, экологического, вот такого коллапса, который описал Тармышев, такого не будет, а вот может действительно привести там к разрушению биосферы, и к чрезвычайству, это могло бы быть, но вот после, мне кажется, что сейчас компания, она как бы немножко сама задумалась над тем, что они сотворили, дело в том, что в этой компании, это бывший химический концерн, концерн военный, и там в основном химики, а химики, для них организм, это сосуд с химическими веществами, да, ну давайте так вот сравним бактерии, там, допустим, какая-нибудь почвенная и бактерия патогенная, по химическому составу они не будут отличаться, но одна вызывает пандемию, да, а другая полезна для нашей почвы, поэтому химия и биология это совершенно два разных предмета, и вот это я им пыталась объяснить буквально на пальцах, я думаю, что все-таки результат был, я думаю, что у нас, мы не допустим экологического катастрофы, ее не будет, ну, то, что Тармшоф написал эту книгу, книга интересная, легко читается, я думаю, стоит ее почитать всем. Я думал, закончите свое выступление тем, что скажете, все было хорошо, жалко, не дали гранаты и пулемет пронести туда, на конференцию. Ну ладно. Хорошо. Антон, за этот вопрос, насколько вредна трансгенная пыльца для дикоросов и насколько эту пыльцу может разносить ветер? Ну, пыльцу, конечно, может разносить ветер, если есть ветроопыляемое растение, разносят насекомые, те же самые пчелы, которые потом погибают, вот, но, значит, если попадает, такие работы даже есть, если попадает пыльца от трансгенных растений дикорастущие, то семена вот этих дикорастущих, но родственных к этим трансгенным культурам, они тоже могут стать уже генетически индифицированным и потом уже не дать следующего поколения. Это как раз и приводит к такому резкому сокращению биоразнообразия. Единственное, хорошо, что действительно вот эти семена, они бесплодные, вот, но опыление есть как в одну, так и в другую сторону, то есть, может пыльца от трансгенного растения попасть в обычное, а может наоборот, пыльца от обычного попасть в трансгенный, и уже семена вот этого трансгенного тоже уже будут вполне нормальными. Поэтому, в общем, процесс не такой жуткий, как изначально казалось. Я думаю, что мы все-таки вытянем ситуацию. А проверялось ли вот это утверждение, что если нормальная пыльца попадает на трансгенные, то семена трансгенного становятся нормальными? Может быть, это какая-то помесь становится более опасная? Нет, более опасной он точно не может быть, и я думаю, что, в принципе, ведь именно этот принцип использует эта компания, потому что, поскольку трансгенные растения, они бесплодные, они используют, даже, мне как-то сказали, розоветров, и используют растения, у них на одном и том же поле растут растения, генетики лицерные, обычные, и вот они используют розоветров, как-то так, чтобы у них было опыление в ту и другую сторону, для того, чтобы у них было продолжение. продолжение, да, поэтому в общем я не думаю, что они были опасны, я думаю, они менее опасны если дальше произошло следующее опыление, может они дальше вообще перестанут быть опасны, поэтому ну проверяли, не проверяли, я думаю, конечно все проверяют, но результаты мы, как бы, многие результаты, которые получает та же самая компания, она не афиширует их, не раскрывает, не публикует, поэтому здесь только если мы узнаем об этом совершенно случайно я поехала на конференцию я там поговорила с кем-то только таким вот образом мы порой узнаем информацию, часто вот иностранные мои коллеги, которые снаджают нас информацией о том, что происходит в мире радиослушатели оживились, вопросов много идет но я хочу предупредить, что мы договорились на полтора часа эфира, если Ирина Владимировна пожелает продлить дальше то мы продолжим, если в сейтноту, тогда мы уже будем заканчивать я постараюсь на все вопросы ответить, просто буду отвечать коротко хорошо, Антон уточняет, есть информация, что на китайской земле пчелы почти полностью вымерли из-за гомового растения, так ли это? ну, что касается Китая, дело в том, что я была в прошлом году, я была нет, в прошлом году, извините я была на китайском форуме и нас тогда пригласил Министерство обороны причем там министр обороны против ГМО а министр сельского хозяйства за ГМО и туда приехали ученые, 36 ученых из разных стран мира и вот рассказывали о ряде ГМО выяснилось, что сам Китай активно выращивал там ГМ-соя, ГМ-рис и в основном это все шло на экспорт также они производили раундап, это вот кирбицид достаточно токсичный, которому ГМО устойчивый, но вот после наших всех этих выступлений уже Китай принял решение все-таки от ГМО отказаться к нашему участию вот, что касается вот опыления, действительно есть такая картинка там дерево, яблоня на нем там, не знаю, штук 10 китайцев и вот они этими венчиками опыляют цветочки потому что у них проблемы у них проблемы с птицами у них проблемы с насекомыми ну, птицы, вы знаете, что они там их тоже поубивали все в природе взаимосвязано если вы избавляетесь там от насекомых то исчезают птицы от птиц исчезают насекомые там и так далее в общем ну, насекомых у них действительно какая-то проблема с опылением и вот такую картинку где на дереве сидят здесь китайцы и венчиками опыляют растения я тоже видела ну, не в самом Китае я просто видела такую картинку вот но сейчас как бы Китай он пошел немножко по другому пути он как бы стал выравнивается в плане вот понимания того, что происходит в мире в природе и я надеюсь что все-таки не так все будет плохо с опылением у них тоже но вот тем не менее вот когда мы там были была вот информация они сами об этом говорили что сколько у них производится идет на аспорт трансгенных растений я думаю исчезная насекомая конечно могла быть с этим связана несомненно Владимир Азматич задает вопрос если остатки генномодифицированных организмов попадают в воды реки, моря значит ли это что рыба и морепродукты опасны для использования в пищу ну я думаю нет конечно нет есть тут другая проблема есть трансгенная рыба то есть не рыба которая ну то есть рыба есть которая питается трансгенным кормом но это специальных бассейнах это тоже не очень хорошая рыба да потому что вот эти трансгенные ставки были обнаружены в клетках разных органов этой рыбы если кормить трансгенным кормом и вот если ее выращивают так же ну и сейчас совсем недавно была информация о том что в Штатах Америки они запустили трансгенную рыбу очень долго мы бороли чтобы ее не было то есть трансгенная рыба ее получают не так как получают трансгенную Россию там не используют никаких там патогенных бактерий и мне даже в свое время задавали этот вопрос это был прямой эфир на улице и мне задали вопрос вот трансгенная рыба как вы относитесь считаете ее безопасно ведь вы говорили о том что плазмиды агробактерии вот опухолеобразующие бактерии которые используют как транспорт для доставки гена вот они опасны а тут никаких плазмид нет тут просто в икринку добавляется там сперма от разных самцов и как вы считаете насколько вот трансгенная рыба опасна да я сказала мне кажется очень простую фразу дайте эту рыбу попробовать кошкам если они будут ее есть ну может быть она действительно безопасна ну после того как я сказала дайте эту рыбу попробовать кошкам почему-то тут же со мной прервали эфир и сказали все все никаких больше интервью а рыбу будем распространять так вот я сама провела такое исследование у меня как раз дома жили две кошки я купила рыбу которая у меня вызвала подозрение и которая была генетически модифицирована потому что до того как они запустили официально они значит как бы ее потихоньку в разные страны все равно допускали да то есть и такой вот такой классный эксперимент тоже проводили и вот эти рыбу голодные кошки есть не стали но через пять минут они спокойно съели у меня там треску и ментай а когда я им дала вот этот разген рыба они подбежали к ней а потом повернулись ко мне так мяукнули очень недовольны что вот чем ты нас кормишь хозяйка да и отошли я уже ее и сырую им давала и варила все равно они ее не едят кошки ее не едят и иностранные коллеги они написали по поводу генетической инфицированной рыбы которую сейчас американцы активно значит пропагандируют и запускают в разные страны они написали что почему трансген рыбы может быть опасно потому что опять-таки в этой генетической мутации могут образоваться токсичные вещества и почему вот кошки ее там не едят а это токсичное вещество они могут привести к очень сильному отравлению токсикозом людей которые едят эту рыбу ну а что касается морской там ну да есть информация что очень много там уродств в реках но это может быть связано как действительно с тем что в реке попадают там трансгенные растения так и с тем что туда попадает много отравляющих веществ поэтому это тоже надо выяснить как-то я помню несколько лет назад уже больше наверное 12 на одном из рынков попалась рыба похожая на осетровую нам говорили вот это как раз новый вид рыбы специально искусственно выведет но очень вкусный стоил достаточно дешево и мы так взяли несколько стыков крупная рыба достаточно и попробовали первое ощущение было что да вкусно все хорошо но потом как-то начало слабить а вот когда второй раз мы уже купили тут не то что слабило вся семья она стояла в очереди давайте скорее мне тоже нужно вот поэтому мы поняли что вот это как раз тот вариант о котором мы сейчас и говорим да хорошо дальше продолжаем вопрос от Олега из Иркутска Ирина Владимировна в каких продуктах по вашим исследованиям на рынке продовольствия у нас в России содержится КМО особенно акцент на продукты для детей в чьей продукции российской или импортной они преобладают ну преобладают конечно выборной это несомненно это было причиной того что мы вот лично я активно выступали против вступления нашей стороны ВТО доказывая что к нам сразу нужно поступать продукты содержащих КМО так оно и получилось что касается детского питания то несколько раз организации которые отслеживали продукты с КМО проводили проверку например и вывели обнаружили КМО в детском питании и даже подавали в суд на эту компанию это была компания Мистле и выиграли этот суд вот но это было несколько лет назад когда еще можно было проводить контрольные закупки сейчас уже нам не разрешают это делать к сожалению поэтому ну что я могу посоветовать первое если вы даете ребенку еду обязательно попробуйте самому этот продукт если ребенок например отказывается от еды никогда его не наставить на том чтобы он это ел и третье вот на что я обратила внимание все стараются использовать магазинную продукцию и кормить детей ну лучше например там не брать кашки Хайнса а Хайнс это компания которая заведомо использует КМО продукты питания а например взять то же самое геркулес помолоть как мы делали раньше и уже разводить и кормить детей то есть там другие крупы да когда вы точно уверены что вы взяли эту крупу помололи можно там кофеварку использовать развели молочком и дали ребенку это будет безопасно вот но у нас к сожалению молодые мамы им все время некогда даже есть время лень и они дают то что есть в магазинах настолько все уверены что все вроде бы хорошо все нормально а потом дети конечно все больные плохо выглядят и когда пытаешься объяснить родителям она говорит а это все равно это вот тоже к сожалению ездит в продуктах да могут быть продукты детские продукты которые содержатся ГМО поэтому все-таки лучше покупать наши отечественные поскольку мы достаточно активно работаем внутри страны чтобы все-таки обезопасить население ГМО и мы не можем гарантировать что продукты которые к нам поступают особенно детские из других стран они безопасны на мой взгляд до тех пор пока в России такая тенденция что барыги правят всем что у нас здесь происходит то в этом случае не важно что написано детское питание для пенсионеров надо по-другому на это дело смотреть кто выпускает с какой целью выпускает и что внутри лежит а не то что написано на упаковке барыга он главное чтобы получить деньги вот за это а все остальное его не интересует ни ваши дети ни вы сами его нужны ваши деньги так дальше пляшем здесь такой вопрос очень интересный от Владимира Измытич Ирина Владимировна существует ли исследование как генетически модифицированная пища влияет на сознание и энергетические структуры человека на биополе человека каковы результаты этих исследований если они есть душа поедающего гомо человека безнадежно разрушена ну нет конечно душа не разрушена естественно но влияет на биополе влияет и такое исследование проводили вместе с Кореевым волновая генетика в общем по крайней мере он там записывал свою трансгенную обычную и прислал мне эту запись и она там различие было очень серьезное но я не буду об этом говорить потому что поскольку нужно проводить исследование но вот нам не дают это делать вот что касается сознание ну понимаете вот я проводила все-таки успела провести поведение исследования на животных и что я обнаружила во-первых была очень высокая тревожность у самок и самцов и у их потомства причем поведение совершенно было разное самки были очень беспокойными а самцы наоборот очень пассивными и они там куда-то забивались в угол а самки наоборот не тались часто говорят я рассказала одному коллеге а он говорит это что не может быть я говорю а посмотри что в мире происходит женщины все очень нервные беспокойные а мужчины очень пассивные вот но он посмел действительно это так был там еще другой эксперимент достаточно интересный там модель была очень простая нужно было два отсека один темный другой светлый крысу помещаешь в светлый отсек крыса конечно сразу уходит в темный отсек между темным и светлым отсекой была такая вот дверка и все крысы спокойно конечно в светлый отсек оно перемещалось темный поскольку это животные которые живут в норах и не любят свет потом во второй серии мы вот эту дверку прикрыли наполовину листочком бумаги листочком бумаги которая очень легко открывалась И крысы опять-таки быстренько пошли в тёмный отсек от светлого. И третья серия, когда мы же полностью закрыли листочком бумаги вот эту дверку, но легко было эту дверку, в смысле, вот этот проём легко было открыть с помощью этого листочка. И все крысы из контрольной группы, они опять-таки в светлоотсека спокойно переместились в тёмный отсек. А вот крысы из группы трансгенной сои, то есть в корм этих животных добавляют генетическую терную сою. Они не пошли, несмотря на то, что перед этим они спокойненько проникали и покидали светлоотсеку, уходили в тёмный, тем не менее, у них было такое ощущение, что они не могли преодолеть вот это вот достаточно лёгкое препятствие. И они сидели бедные вот в этом светлом отсеке рядом с этой такой вот фиктивной дверкой. И даже засыпали, но они туда не шли. То есть вот не могли преодолеть это препятствие, и это было очень странно. Представляете, что вот эту трансгенную сою добавляют в корм спортсменам, да? Или там солдатам в армии. Как вы думаете, к чему это может привести? То есть вот здесь, конечно, не идет речь о влиянии на сознание, но вот, по крайней мере, на поведение, на животных я вот видела вот такие вот изменения. Напоминает мне рассказ Жданова об экспериментах на крысах, которые сначала в трезвом состоянии попробовали лабиринт пройти, а потом в состоянии алкогольного опьянения. И вот как раз очень сильно пересекается. Только если алкогольное опьянение, оно каким-то образом проходит, то вероятность того, что ГМО застрянет на долгие года, оно, на мой взгляд, больше. Так что и там, и там риск очень тяжелый. И там, и там есть изменения генетики. И там, и там на решение поведенческих факторов. Так что, на мой взгляд, очень все очевидно здесь. Очевидно. Еще происходит не только у животных, но и у их потомства то же самое. И более того, есть вот информация о том, что вот эти гены, которые были внедрены вот в эту трезвоменную культуру, они проникают в клетки разных органов. Это был очень красивый эксперимент, когда в корм добавляли вот эти плазмиды из гена флоресцентного зеленого белка, и уже по нему смотрели, куда вот этот ген проник, и какой там белок, и где он образовался. Вот когда кормили беременных самок, то обнаружили вот эти вставки, обнаружили во многих органах потомства и даже в мозге. Поэтому, конечно, они, ну, понимаете, когда внедряется, допустим, ДНК одной клетки, или двух клеток, или трех клеток, эти вставки, то они нарушают работу вот этих клеток. Но чем больше таких вставок будет, тем хуже. Поэтому меня очень часто спрашивают, ну, допустим, люди едят, что будет дальше. Но если люди ели, а потом перестали есть трансгенные культуры, то организм очистится. То есть за счет стволовых клеток у нас, это обновление организма, мы фактически избавимся от всех этих вставок, больных клеток и так далее. Ну, вот единственное, что если в то время, пока мы едим вот эти трансгенные культуры, у нас на свет появляются дети, и вот эти трансгенные вставки могли проникнуть в половые клетки, и поэтому уже наше потомство будет в геноме, уже будут трансгенные вставки. Был такой случай, случай был в Америке, когда одна женщина, ребенок, он все время плакал, она его обследовала, ничего не обнаружили. Но ребенок плачет и плачет, и буквально тает на глазах. И потом провели генетический анализ, обнаружили в геноме уже, в программе строения и развития организма ребенка, ген картофеля. Она была большой любительницей картофеля, в Америке тогда было картофель, в случае генетически модифицированной. В общем, ребенок погиб. А вот это вот как раз одна из самых главных проблем, что взрослый организм, в конце концов, если человек перестанет есть, он очистится. Но самое главное, что дети, которые появятся в этот период, они могут болеть и будут бесплодными. Вот это вот самая главная угроза, на мой взгляд, от ТГМО. На мой взгляд, все-таки здесь есть небольшое уточнение, которое надо для себя отметить. Ведь если сперматозоиды обновляются у человека, у мужчины, я имею в виду, то яйцеклетки, они не обновляются. Поэтому если ГМО уже попало в яйцеклетки, то это беда. Но во всяком случае из нашей беседы... Там тоже защита есть, там не так все просто, но тем не менее, в общем, вот, да. Ну, не только в момент беременности, это может отразиться и дальше. Так я вот из нашего разговора понял... Нет, а дело даже не в беременности. Это в беременности, это просто наоборот, если они попадают еще до, как бы, до зачатия. Да, вот почему я и провела такие исследования. Я стала... До меня все проводили исследования и кормили беременных самок. Если хотите посмотреть, что происходит с потомством. Я стала кормить еще до начала спаривания самцов с самками, и напредположив, что вот эти ставки могут попасть в половые клетки и потомство очень сильно будет изменено, да. Что, в общем-то, я и получила высокую смертность и бесплодие, недоразвитие потомства. Вот, вот о чем мы говорим и что очень важно. Новаторский подход, понятно. Вот из нашей беседы, из этого получаса, я понял следующее, что нам придется поговорить с Петровичем Горяевым по поводу ГМО. Это очень интересно. И я понял, почему все-таки во многом прав наш уважаемый сатирик Задорнов, когда он часто называет американцев тупыми. Ведь в Америке очень много ГМО употребляется, поэтому, как говорят, ну тупые, мне теперь все стало понятно. Хорошо, давайте привернемся на музыкальную паузу Жанна Бечевского и «Зеленому бару». А дальше будем разбирать тему, вопросы тем более еще у нас есть. Народное славянское радио. Духовное возрождение. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 29 января 2016 года пятница, по одному из странных восьмой день месяца в юг и стужи, 7524 лета понедельник. Продовольственная программа. ГМО. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главная с ведущей Ирина Владимировна Ермакова. И мы продолжаем зачитывать вопросы, которые поступили в чате от наших радиослушателей. Напомню, что в чат попасть очень просто. Заходите на Народное славянское радио, сайт slavomir.org, дальше ищите слово «чат», нажимайте на него, регистрируйтесь, если еще не зарегистрировано, логин, пароль не забывайте. И после этого вы, полноценный пользователь, можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы в эфир, если таковой у нас идет в данный момент. Итак, продолжение темы ГМО. Рассматриваем вопрос в эфир от Мирослава. Скажите, пожалуйста, Ирина Владимировна, правда ли, что ГМО растения не дают потомство? Ведь если дают, то ГМО распространяется стихийно, вытесняют натуральные сорта растений. Благодарю. Частично уже ответили. Можно говорить про те, которые все-таки умудряются дать потомство? Ну, вот, опять-таки, потомство есть одно, а второе уже нет. Это, кстати, привело к тому, что выйти, куда спустились семена смешанные, трансгенные, обычные, они брали большие кредиты, посаживали культуру, получали урожай, а второго урожая уже не было. И это привело к массовому самоубийству фермеров в Индии. Это вообще просто трагедия, то, что произошло. Вот, ну, те, которые, идет ли распространение, ну, я уже, да, уже ответила на этот вопрос, идет о плене как в одной, так и в другую сторону. Слава Богу, что, кстати, что вообще они не дают потомство, поэтому они не так быстро распространяются, к счастью. Ну, вот, если бы мне вот эта ситуация, скажешь, в Индии, она очень тревожная, это вот, пожалуйста, вот такое вот влияние, так называемая вторая зеленая революция, которую устроили американцы в Индии. Давайте следующие так потом не успеем, да? Да, Виталий, ну, опять же, здесь пересечение с вопросом, который же мы обсуждали, но, зачитаю, уважаемая Ирина Владимировна, как определить продукт, является гомовой или не является, по цвету обычным людям и определить по вкусу тоже очень трудно, в лаборатории и не знают, дорого ли. Ну, вы знаете, вот у нас в Москве есть действительно такие лаборатории по поведению ГМО, стоит анализ недешево. Вот я когда отдавала, я отдавала сама в эти лаборатории продукты питания, которые я проверяла, и, вернее, проверяла Академию геопатических проблем, которые я в то время была, вот, члена Академии, мы собрали деньги, и мы проверили несколько продуктов на ГМО. Вот, получили отчеты, в двух лабораториях проверяли, там в основном используются на ПЦР, но к моему, вот, недоумению, я бы сказала, ужасу, наверное, потому что я выяснила, что по ГОСТу у нас вообще положено проверять всего два гена, это сопутствующие гены, такая пара генов, которые используются при внедрении основных генов, их намного меньше, чем просто трансгенов, и поэтому, как бы, проверяют их, если их нет, то, значит, считается не ГМО. Но в мире уже существует несколько таких вот пар, не одна, а у нас в России проверяют только одну такую пару сопутствующих генов. Вот, и это вот тоже немножко странно, и я об этом стала говорить, о том, что, слушайте, ну, нужно тогда в курсе того, что делают те же самые, вот, транснациональные компании, а для того, чтобы мы знали, мы должны иметь образцы всех этих генов, которых у нас нет. Вот, ну, вот такую тоже мы проверку тогда провели, и вот один анализ, тот, 4,5 тысячи рублей, и вот это, конечно, недостаточно дорого. Что касается прибора алтайских, вот, ребят, то, видите, один прибой стоит 300 долларов, то есть, если купить там, объединиться там со своими друзьями, то можно купить один прибор. Ну, по крайней мере, с помощью этого прибора вы можете определять наиболее известные трансгенные растения, трансгенные культуры. А может быть, тогда подходить по-другому, брать эталон какой-то по спектральному анализу или по каким-то другим характеристикам, и смотреть, если тестируемый отличается, то тогда... Это трудно. Вот мы делали спектральный анализ, это очень громоздкий метод, поэтому мы сейчас пытаемся найти какой-то более простой способ определения ГМО. Ну, хорошо, не спектральный, другой вариант. Просто эталон берется, эталон, потому что не ГМО. Да, да. И потом, если отличается... Ну, например, была такая информация, что якобы... Я, правда, проверяла картофель, что картофель, вот, если капать с йодом, да, там другой цвет, да, не тот, который должен быть. Ну, в общем, вот это тоже надо доказывать. Слушательница Мокша задает вопрос в эфир. Как проверить крупы и зерно для собственного питания, комбикорма для птиц? Ну, это только, действительно, только в лабораториях. В Москве такие лаборатории есть. Вот один анализ стоит 400,000 рублей. В принципе, там, можно и на меня выйти, я могу с ними связаться. Что касается комбикорма для птицы, ну, то же самое, конечно, и с крупами. И нужно, опять-таки, следить за состоянием своих животных. Животные, конечно, если они питаются трансгенными культурами, они начинают себя плохо чувствовать. Да, ну, самый простой способ, наверное, посеять несколько вариантов, так, полосочками, да, чтобы они друг к другу дождаться урожая, потом дождаться следующего, прорастить. Да, прорастить. Если прорастают, тогда нормально, остальное сжигаем. И самому уже следить за объемом. Это очень долго, поэтому я очень все-таки надеюсь, что нам удастся, наконец-то, сделать прибор и помочь людям. Ну, пока нет прибора, хоть как-то. Хоть как-то то, что называется. Ну, да, хоть как-то. Дальше, Мирослав, вопрос в эфир. Ирина Владимировна, на мой первый вопрос вы уже дали ответ. Растения, которые скрестились с ГМО, дают потомство? Тоже, мне кажется, дали уже, да? Которые обычные растения скрестились с ГМО, да, обычные растения. То есть пыльца от ГМО попадают в обычные растения. Вот это он имеет в виду, да? И, значит, пыльца, если пыльца от ГМО растения впадают в обычные, то уже семена этого растения становится трансгенами бесплодными. То есть они опять дают один урожай, а второго уже нет. То есть это вот как раз и привело к тому, что растения стали исчезать. Резко уменьшилось биоразнообразие. Так, вопрос от Рукоинона из Белоруссии. Ирина Владимировна, какие широко потребляемые овощи наиболее устойчивы к ГМО? Можно ли снизить риск переопыления натуральных растений, выращивая их в закрытом грунте, теплицах, парниках и так далее? Неправильный, конечно, вопрос. Не могут быть устойчивы, она просто, наверное, ошиблась. То есть что значит потребляемые овощи устойчивы к ГМО? И, наверное, она имела в виду, что какие наиболее широко употребляемые овощи являются ГМО? Ну, во всяком случае, давайте, наверное, так. Это Рукоинон, во-первых, это мужчина из Белоруссии с большой бородой, я его знаю. Мы говорим о ней, это интересно. Но дело не в этом. Есть ли какие-то овощи, которые гарантированно не ГМО? Может быть, вот так вот, раз, первое. И второе, если избежать пересечения, то есть высаживать в теплицах, в парниках, может быть? Конечно, да. Я думаю, да, в теплицах, в парниках, конечно, они будут более защищены. Ну, единственное, конечно, если там, допустим, насекомые опыляемые растения, в любом случае должно быть опыление же, да. Если насекомые опыляемые, то насекомые могут проникать в парники. Если они совсем не проникают и каким-то образом сами опыляют, либо используют самоопыляющиеся растения, то, конечно, кем-то это может защитить. Но другой вопрос о семена, которые они сами высаживают, насколько они натуральны и не являются они кинетически модифицированными. Вот они тоже в этом должны быть уверены. Ну, в общем, два сезона вам на проверку. Первый сезон выращиваете, второй семена проверяете. Если прорастают, значит нормально. А есть какие-то гарантированные овощи, которые, ну, точно не ГМ? Ну, вот очень многие, когда я выступала по радио на других программах, то звонили люди, говорили, вот о курсе, там появились о курсе, да, но когда начинают их там есть, там просто внутри непонятно что, слизь какая-то. Вот, они прям разваливаются в руках. Это, конечно, наверняка трансгены были, огурцы. Вот, очень много было жалоб по поводу моркови. Сажают семена, она не вырастает. Такое тоже было и достаточно часто. Вот, жаловались на капусту, что нет кочана, да, вот листья есть, а кочан не образуется. Ну, в общем, вот такие, вот тоже некие показатели. А что, какой был вопрос? Ну, есть ли какие-то те овощи, которые, ну, точно не ГМ? Ну, это трудно сказать. Понимаете, ведь можно сделать кинетически инфицированным любое растение. Любое, абсолютно. Поэтому, когда мы пьем чай и кофе, мы тоже, возможно, пьем чай или кофе, которые являются кинетически инфицированным. Очень важно, действительно, чтобы был, во-первых, запах, чтобы как бы по вкусу, по состоянию своего здоровья вы можете определить, что вы реально пьете и едите. Ну, вот, я еще раз хочу подчеркнуть, цитаты очень тяжелые, и это действительно, я даже не знаю, что такое, война, или действительно с помощью ГМО нас хотят сократить. Потому что не просто там, мы там обнаружили негативный эффект, рассказали об этом, и вместо того, чтобы, например, полностью уничтожить ГМО, наоборот, их активно распространяют, а ученые, которые провели такие исследования, на них оказывают достаточно серьезное давление. Ну, вот я недавно вернулась, кстати, из Германии, там совершенно жуткая ситуация, которая меня вообще потрясла до глубины души. Я отправила каждый доклад по поводу ГМО, и рассказывала о полученных результатах, о том, что, когда я в корм добавляла самок, рысь, то на новорожденные крысята более 50% эмирали, а часть из них были недоразвитыми, были бесплодными. И меня вот провезли по фермам, и оказалась там совершенно страшная ситуация. Фермы столкнулись с тем, что стали поступать комбикорма американские, и у них стали погибать телята, а потом, в конечном счете, и сами взрослые уже животные, этих животных забирали, потом забирали вообще все стадо оставшихся живых, и закрывали эти фермы. Вот он мне показал, там где-то 20-30 закрытых ферм, которые существовали очень многие годы, и передавались от отца к сыну, вот, и все позакрывали. Только потому, что вот использовались комбикорма, которые были, судя по всему, генетически медицированные организмы, и вот то, что они увидели, там, то, что произошло с их коровами, один к одному повторили результаты моих исследований. Так, вот тут сразу возникает такой закономерный вопрос, и хотя я многие годы уже мясо, рыбу, птицу не ем, но все-таки, если ГМО-продуктами кормят сейчас представители вот этих, которых потом на забой ведут, ГМО-продукты ведь передаются к человеку, скорее всего, через мясо, это же тоже надо учитывать? Ну, передаются, конечно, передаются, да, если вы, ну, понимаете, мясо вы все-таки его варите, и потом не факт, что вам попадет такой кусок, где есть эти вставки, потому что, когда коровы ест, там, грубо, действительно, вот, с помощью флеоресцентной метки определили, что они действительно проникают в ДНК клеток разных органов, вот, ну, потом вы вариваете, в общем, негативный эффект может быть, но не такой сильный, как вы едите, трансгены, например, растения, ну, в молоке обнаружены были трансгены и так далее, была работа на козах, была работа на коровах, но идет, вы даже не представляете, какая идет атака на этих бедных ученых, которые это обнаруживают, причем там настолько четкие, ясные данные, очень много, конечно, и подстав, но все равно очень тяжело бороться, потому что ученые, которые проводят исследования, они не могут получить гранты на эти исследования, даже, например, если правительство вдруг пообещало ученым выделить деньги, то через какое-то время они сворачивают эту программу, потому что идет давление на правительство, если все эти ученые, вот, как мне удалось все-таки провести исследование, безумно трудно опубликовать, многие мои работы, они просто пропали, я отсылаю в журнал, в общем, даже часто по просьбе самого журнала, а потом статьи игры исчезали, как в Бермудском треугольнике, был случай, когда журнал закрыли, после того, как он решил отвлекать мосту, поэтому очень, тем не менее, мне все-таки удалось это сделать, действительно идет колоссальная просто вот борьба за, я считаю, за выживание, и ГМО, это, как, впрочем, это биологическое оружие, об этом все время заявил один из комитетов НАДО, этот комитет называется «Наука за мир и безопасность», и я была даже экспертом в этом комитете, и в 2004 году в Бельгии, в городе Льежа, они как раз сказали, что ГМО можно использовать как биологическое оружие, поэтому, в общем, кто-то, если хочет, он, естественно, его и использует, в смысле, их и использует. В общем, если употреблять слово оружие, неважно, какое химическое, биологическое, какое-то другое, это уже война, то здесь уже надо честно говорить, что происходит. Вопрос от Жени в эфир, Ирина Владимировна, где, на каком сайте можно заказать алтайский прибор для определения ГМО? Ну, вы знаете, это вы можете поискать, набирайте персональный прибор для определения ГМО, и дальше там они дают рекламу этого прибора, попытайтесь просто до них дозвониться, или вот я, поскольку я была с ними связана, я отправила письмо, на которое я пока, к сожалению, не получила ответ, с просьбой, нельзя ли у них приобрести эти приборы, не смогла даже дозвониться на них, я уж не знаю, может, после рекламы на них тоже было оказано давление, но, тем не менее, вот информация о них есть, и попытайтесь с ними связаться, там, с своих знакомых, родственников, там, дозвониться, потому что, видите, ребята все-таки осмелились, и открыто об этом написали, сказали, они действительно делали такой прибор, и я надеюсь, что все-таки этот прибор появится в продаже. Есть ли где-нибудь перечень компаний, которые используют ГМО, причем компании не только, которые производят что-то, а которые еще и кормят, например, какие-то фастфуды и прочее? Ну, на самом деле, есть такой очень хороший сайт, biosafety.ru, ну, biosafety – это биобезопасность на английском, да, biosafety.ru, там можно найти эту информацию, можно найти даже на сайте greenpeace.ru, это наш российский Greenpeace, и в свое время Greenpeace очень активно занимался вот этим вопросом, то есть они вообще провели тогда огромную работу, они выявляли компании, которые абсолютно точно используют продукты питания ГМО, это был один список, черный, второй был список тех компаний, которые использовали ГМО, но обещали не использовать, был список компаний, которые не используют ГМО, и они выпускали такие сборнички, вот на сайте Greenpeace такие сборники даже у них опубликованы, и там все эти компании перечислены, ну, вы сами понимаете, сегодня компания использовала, завтра не используют, и наоборот, поэтому они проводили, да, ежегодный такой мониторинг, но потом вдруг Greenpeace, на них, видно, кто-то надавил, и они полностью прекратили эту программу во всех странах мира, то есть они уже этим не занимаются. Ну, это было вот 2005-2006 год. Время мало остается, поэтому предлагаю сократить ответы так да-нет, приблизительно. Значит, вопрос от, не написан от кого, в общем, следующий, рис в большинстве случаев производится в Китае, поэтому невидительно, что там тайно просунули ГМО, разве это не так, чтобы уменьшить население Китая? Вполне возможно. Да, это там не только был рис, я быстро отвечу, дело в том, что изначально туда пошла трансгенная соя, но китайцы, они народ достаточно хитрый, и этот трансгенный соя, они отправляли на экспорт, и она шла в другие страны, эта соя шла в другие страны, а сами не ели свою не трансгенную сою. Вот, но изначально, да, вот был такой план, видно, американцев сократить население в Китае, и вот они действительно послали трансгенную сою. Ну, вот, рис, да, они стали даже его сами выращивать, и я знаю, что даже есть кафе, которое написано только для китайцев, например, я думаю, именно там, где только для китайцев, они, наверное, едят обычную соль, там обычный рис, а только не для китайцев, они туда могут поставлять и трансгенный рис, и там пену сою. Вот, но, тем не менее, говорю, мы тогда вот, позапрошлым годом, когда мы туда ездили, мы пытались им объяснить, что, насколько это опасно. Ну, у меня, главное дело, до вот моей поездки был очень интересный разговор с иностранной коллегой, и она говорит, ну, вот, в Китае такое большое население, мол, даже ничего страшного, сегодня будут трансгенные растения. Я говорю, ну, дело не в том, что там есть, нет, дело в том, что они это экспортируют в огромном количестве, и поэтому мы будем заботиться и о них, и о других. Нельзя вот так вот рассуждать, давайте вот этих кормить трансгенной культурой, этих их там не кормить, то есть нельзя рыть яму, другому сам не попадешь. Ну, есть такая нерогия ямы, другому сам не попадешь. Поэтому наша была цель им показать и доказать, что происходит с людьми после того, как они начинают есть трансгенную культуру. И там была американка, которая рассказывала о том, что аутизм вырос почти в сто раз, и это тоже связано с трансгенными продуктами, там, как-то связано с тем, что нарушается работа митохондрии, а вот эти вставки, они совершенно, эти плазмиды, совершенно спокойно проникают в так называемую митохондриальную ДНК. поэтому, возможно, действительно аутизм напрямую связан с трансгенными продуктами. Да, ел и полит ГМО рыбу и говорил, какая гадость, это ваша заливная рыба. Нет, ну, значит, предлагаю еще сократить ответы, потому что много. Я понимаю, да. Так, если, Женя пишет, если вдруг в упаковке написано большими буквами без ГМО, стоит ли всегда этому доверять? Ну, знаете, конечно, если написано без ГМО, я все-таки беру именно вот эту упаковку, вот, но, к сожалению, стопроцентной гарантии я вам дать не могу. То есть сейчас используют действительно вот эту наклейку для того, чтобы продать товар побыстрее. Хотя, вот, когда вводили эту маркировку, то предполагалось, что будет проверка, маркировка была добровольной, что если люди нарушают, то их должно быть штрафовать эти компании, но, не знаю, есть ли это сейчас или нет, но, по крайней мере, когда вводили, такое правило было. Хорошо, девушка Мокша задает вопрос. ГМО воздействует только на физическое тело, уже ответили, что не только. Возможно ли и зачистка этого вируса через тонкие тела специально подготовленную, через специально подготовленную воду? Ну, вы знаете, если идут изменения на генетическом уровне, нельзя, как говорится, с помощью воды собаку превратить в кошку, да? Поэтому, если идут изменения на генетическом уровне, я говорю, наиболее страшно это удар по будущим поколениям. Вот это вот самое страшное. Вот что касается человека, то даже если он просто прекратит есть тронгинопродукт, в жизни, время организм полностью обновится, очистится. Так, Как вы считаете, зачем было биологам, химикам, ГМО? Уже об этом поговорили в начале. Послушайте в записи тогда эфир. Что вот так? Последующая проблема ГМО? Понятно, это я думаю, что вы тоже об этом поговорили. Дальше. Владимир Азаматевич, реплика эфира, Владимир Азаматевич, огромное спасибо вам за героический труд и борьбу за здоровье граждан нашей Родины, будущее детей, здоровья вам, сил творческих, успехов, успехов в реализации задуманных процессов. Надеюсь, еще услышать программы с вашим участием. Дальше. Наталья, вопрос в эфир. Вене, можно сказать спасибо, благодарю. Да, спасибо. Да, проектов, да, большое спасибо. Ну, будем трудиться и самое главное, нужна ваша активность и понимание этого вопроса, несомненно. Ну, здесь свое наблюдение Наталья пишет, что белокочанная капуста внутри оказалась розовая, неравномерных пятнах, похожих на марганцовку, не стала рисковать, выбросила. Какие у вас есть предположения на этот счет? Ну, вы знаете, конечно, причина может не только том является на ГМО, но то, что выбросила, может это правильно, потому что, что там, это могло быть заболевание какое-то, его растение, могло быть, допустим, не обязательно что-то ГМО, это могла быть и селекция, там, гибридизация и прочее. Ну, тем не менее, как говорится, лучше не рисковать, да. Понятно. Катерина задает вопрос. На нашем огороде выросла кукуруза с несколькими початками стандартного для кукурузы размера на одном растении. Кукуруза не бесплодна. Из года в год одно и то же из семян выращиваем. Это результат ГМО, капуста, белокочаны завязываются только на несколько мелких кочанов. Вот про кукурузу и кочарышки, кочаны. Вы знаете, вопрос такой интересный. Вот когда я изучала поле с трансгенной кукурузой, то там на полях была кукуруза с огромными опухолями. У меня даже есть картинка этой кукурузы, фотографии этой кукурузы. Страшный совершенно вид. И такие же огромные опухоли были у наших животных, которые ели трансгенную кукурузу. Что касается вот такого многоплодия, это тоже очень интересная проблема, на которую на этот вопрос я не могу ответить. Почему? Потому что в свое время тоже обратила внимание, что на некоторых деревьях вот яблонь, яблоки растут гроздьями, как вишня, например. Что никогда, ну как, раньше яблоко, это одно яблоко, ну два яблока, ну не пять, не шесть. У меня даже есть фотография. Причем эта яблоня, она была обычная. Вдруг вместо того не сего такое многоплодие. Это тоже какое-то воздействие, я думаю, воздействие генетическое, может, другого типа, но это тоже воздействие не суперхорошее. Вот. Но так, что сказать, что все-таки это произошло, это нужно отдавать эту кукурузу в институт, чтобы они изучили. То есть многоплодие, оно есть в природе, оно очень редко встречается, оно есть. Вот если, например, там очень много растений многоплодных, это одно. Если, например, одно растение, это, наверное, не так страшно. А вот то, что, например, вот у меня фотографии сохранились, например, морковь, от которой тоже очень странная, уродливая, или там вот на яблони яблоки, как гроздь, вишень, это естественно, что-то ненормальное. Но что это, я, к сожалению, пока не могу вам сказать. Понятно. Мне кажется, хотели воздействовать на китайцев и перепутали. Получился из яблони китайка. Хорошо. Давайте вот что. Сейчас мы уже заканчиваем принимать вопросы, потому что мы уже переборщили со временем, очевидно. С моей стороны договоренность не выполнена. Все-таки не полтора часа. У нас в заключении есть такая традиция. Тот, кто что-то рассказывает, он желает в конце программы что-либо тем, кто его слушает. Причем пожелать можно что угодно. Можно подвести итог программы, можно просто добрые слова сказать. Вот что вам навеяло по ходу нашей программы, что можно пожелать. Ну, спасибо большое за вопросы очень интересные. И я очень рада, во-первых, что вы сегодня послушали эту передачу, что вы активно участвовали. И хотелось, чтобы вы и дальше продолжали активно участвовать в борьбе против ГМО. Да, это война. Я уж не знаю, может быть, начинали с одними целями, но сейчас как бы стали использовать ГМО именно как биологическое оружие. И если мы не будем себя защищать, то нас без всяких бомб и винтовок просто уничтожат с помощью продуктов питания, лекарств и так далее. Поэтому нужно, конечно, очень активно бороться с этой проблемой, с ГМО. И в самом начале я говорила о том, что хорошо бы все-таки отправлять письма даже на сайт Крема Леру о том, чтобы был принят закон, во-первых, а запретить ГМО это очень важно для нас, и нам легче будет проверять все. И второе о том, что все-таки был бы создан центр по проверке влияния ГМО на животных, чтобы каждый человек мог отправить в этот центр и за небольшую сумму проверить любой продукт. Также, конечно, очень важно, чтобы были персональные приборы для определения ГМО. И вот эти вопросы их нужно поднимать, о них нужно говорить, потому что, ну, как наши правители рассуждают, ну, молчат люди, значит, им все равно, а раз молчат, и они делать ничего не будут. Поэтому, чем активнее мы выступаем, тем лучше. Вот в свое время вышло некое постановление, постановление касалось как раз наоборот, что ГМО будет нас активно использовать, выращивать, и тогда вот я тоже выступала на одной конференции, и мы подготовили уже конверты, с готовым текстом, и люди должны были прочитать, если не согласны, подписать, и сами отправить вот по разным адресатам, и благодаря вот этому, кстати, постановление было отменено, понимаете, активность людская, она очень важна. И раз вот вы сейчас прослушали мое сообщение, то следующий шаг, я все-таки вам первое рекомендую приобрести мою книжку, книжка называется, можно заказать в интернете, в интернете Ермакова, что мы едим, и воздействие ГМОН-чего «Способы защиты», там как раз все подробно описано, книжка тоненькая, стоит недорого. Вот, есть другая книга, которая тоже вышла, это Уильям Энгдель, «Сена разрушения и тайна подоплека генетических манипуляций». Если, например, она 10350 рублей, если вы хотите приобрести эту книгу, то можно написать на мой электронный адрес, и я просто ваш электронный адрес переадресую в редакцию, они с вами свяжутся и бесплатно вам отправят эту книгу. Ну, в смысле, доставка бесплатная, но книга стоит денег. Вот, стоимостью 350 рублей. Вот, так что вот можно, конечно, найти информацию и в интернете, на моем сайте irina-irmakowa.ru и почитать там мои статьи, они тоже есть в интернете, вот есть статья «ГМО как тест на зрелость», она такая небольшая, но, тем не менее, достаточно емкая. ГМО как тест на зрелость, там многие вопросы тоже освещаются. Вот, значит, первый шаг вы уже сделали, второй шаг это почитать немножко «ГМО», ну, я сразу вас хочу предупредить, что на меня тоже оказывается очень сильное такое негативное влияние и атака, на меня даже фильмы создают обо мне, вот, мои противники, поэтому на это не нужно обращать внимание, не засорять из всех голову, потому что мы только отвлекаемся и теряем уверенность, это все, конечно, просто происки вот самой этой компании, вот, и поэтому, значит, второй шаг обязательно немножко почитать, просто набирайте «Ермакову ГМО как тест на зрелость» и даже этой статьи будет достаточно, чтобы вы снова поняли эту проблему, либо вот приобрести моя книжка «Что мы едим?». Третий шаг это начать активно все-таки бороться, вот, это можно писать письма и в Кремль, и в Роспотребнадзор, но Роспотребнадзор он, по правилам, не отвечает, но вот когда отправляешь на сайт там «Кремль.ру», то, в общем, реакции есть, можно отправлять в Министерство сельского хозяйства, в Министерство здравоохранения и другие Министерства для того, чтобы все-таки наконец-то приняли закон о запрете ГМО, такой закон был принят во всех европейских странах, вот, я думаю, не просто так они отказывались от ГМО, поэтому, конечно, от вас, от вашей активности очень много зависит, так что помогите и мне, и самим себе, и нашей стране, и вам большое спасибо. Я напомню, что еще не сказали, вы обещались в конце дать очень простые рекомендации, как вот, или вы уже вот... Нет, ну, рекомендации очень действительно простые, вот как все-таки себя в безопасности от ГМО, но, конечно, стараться все-таки изучать состав продукта, если, например, там написано растительный белок, то, как правило, это растительный белок, как правило, это соевый белок, а соевый белок, он, соя, как правило, генетически медицирована. Ну, вот, тоже в общественной палате в свое время не был доклад, и стали исследовать творог в роддомах, и вдруг обнаружили, что там вообще нет молока в этом твороге, там была соевая мука и пальмовое масло. То есть, такое вредительство, к сожалению, в нашей стране тоже есть. Вот, значит, поэтому все-таки состав надо читать очень внимательно, и если есть какие-то компоненты, которые у вас вызовут подозрения, лучше этот продукт не брать. Второе, лучше есть строго по часам, потому что уже выделяется желудочный сок, и не лучшее разрушение пищи, которая попадает вам в желудочный кишечный тракт. Есть, конечно, небольшими порциями, лучше часто но маленькими порциями, чтобы по мышцам в организме бороться. Ну, поскольку строго по часам есть очень сложно при нашем таком ритме, то лучше есть тогда, когда вы действительно есть хотите, когда вы очень голодные. Тогда, опять-таки, разрешение пищи будет на лучшее. Ну, вот это такие самые простые советы, ну, опять-таки, если вы, допустим, попробовали какой-то продукт и почувствовала себя плохо, то лучше вообще уже этот продукт, эту компанию не покупать. У меня, например, был случай, когда я купила мороженое, попробовала, поняла, что это соевое мороженое, там соя. Я сразу его выбросила. И вот обязательно, если вы, например, кормите детей, обязательно попробовать продукт, который вы даете ребенку сначала самому. Второе, если ребенок отказывается есть, никогда не настаивайте, потому что, может, дети, они быстрее как бы чувствуют что-то не то. Вот. И вот здесь вот, ну, это, конечно, простые советы. Конечно, самое хорошее, чтобы у нас этих продуктов не было, ну, я думаю, нам предстоит еще такой достаточно длительный путь, длинный путь, и нужно набраться терпением, мужества, и я думаю, мы победим. Хорошо. Я тоже, кстати, один раз попробовал, что в продукте есть ГМО-соя, я тоже выбросил, но почему-то продавец очень долго ругался, вытираясь. Значит, вот я хочу буквально еще пару минут занять, зачитать те благодарственные мысли, которые поступили в чате, вот пишут, нам нужно возвращаться к нашей первоначальной пище, той, которой питались наши предки, а не потреблять навязанную и произведенной промышленными способами. Дальше, Ирина Владимировна, мы восхищены от вашей борьбы, смотрели ваше видео год назад. Дальше, Ирина Владимировна, благодарю за эфир, очень переживаем за вас и ваше дело. Дальше, с сил вам и крепкого здоровья и успеха в вашем делу, вашему делу в борьбе против системы. О, даже уже такие революционеры записывают. Дальше, это мы пропускаем. Благодарю за эфир, соведущую команду радио, благодарю за эфир, крепкого здоровья, всех благ, успехов. Ирина Владимировна, благодарю, было интересно познавать, Алексей тоже благодарен. Ага, понял. Благодарю, благодарю за титанический труд, вот, в Америке, там, в Канаде травят народ. И, Аркутин, великая благодарность Ирина Владимировна, за силу духа, устойчивость и добрую душу. Спасибо. И много-много здесь вот подобных высказываний. Так что, вот, поддерживаем. Все-все поддерживают. Ну что ж, напоминаю, что сегодня у нас 29 января 2016 года, пятница, по дому современных календарей, по дому старинных восьмой день месяца в юг и стужа, 7524 лета, понедельник. Мы говорили о продовольственной программе ГМО, главная соведущая нас была Ирина Владимировна Ермакова. В заключении хочу сказать, что в очередной раз призываю вас, становитесь хозяинами своей жизни, становитесь хозяевами на земле, осознайте, кто вы на этой земле, для чего вы здесь живете, осознайте, кто ваши предки, как они жили, осознайте, чьи вы и наследники. Только в этом случае вы сможете здесь навести порядок. Хозяин наводит порядок, а не раб какой-то и не овца. Вот если вы это понимаете, тогда поговорка, которую вы сейчас навязываете, чем бы дитя, а не те, что ты лишь бы не думала, она для вас уже будет неактуальна. Желаю вам всем самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.